Привет, народ! Сегодня с вами снова я, Евгений Пугович, и мы на данном канале, как всегда, с вами говорим о бариатрии. Для начала хотел бы сделать небольшой дисклеймер. Я не являюсь врачом и не имею права давать никакие медицинские советы. Все, что я вам рассказываю здесь или в любых остальных моих видео, касается только лишь моего опыта. Опыт у меня обширный. Те, кто со мной знакомы, знают, что я сделал операцию в 2011 году, первую бариатрическую. После этого сделал вторую бариатрическую операцию несколько лет тому назад. И какой-никакой опыт есть. Я похудел с 180 килограмм на 90. Это было при моем самом таком классном времени. Сегодня же мой вес составляет примерно 110 килограмм. И я намереваюсь идти вниз. А почему вес не растет, вы об этом узнаете в данном видео. Забегу вперед, скажу. Я тот, кто перенес инфаркт. Недавно примерно, ну, около 9 месяцев тому назад примерно. Поэтому, скажем так, это такой небольшой ответ. Видео небольшое и сумбурное. У меня нет приготовленного никакого сценария. Я хотел с вами поговорить вообще на тему бариатрии спустя столько лет. Тем более, ребята, с 2011 года. Сейчас 2023 год. И уже середина. И как бы прошло кучу времени. Вообще, вот первый вопрос, который меня должен был заинтересовать. А доволен ли я своей бариатрической операцией? Ребят, в принципе, если убрать все проблемы, которые у меня были. И проблемы у меня были. Те, кто не знает, у меня была грыжа, пищевода из-за слива, из-за резекции желудка. Даже несмотря на все эти проблемы, я доволен. Я получил свою жизнь обратно. Понимаете, когда ты дошел до веса, который я дошел, примерно около 180 килограмм. Я не считал себя человеком, я считал себя прям куском сала. И было трудно делать все. Абсолютно. Личная жизнь, воспитание ребенка, не дай бог подъем по ступенькам. Так это вообще был прям кошмар. Ребят, я просто получил свою жизнь обратно. Теперь я не хочу в данном видео кого-то побуждать идти на эту операцию. Просто делюсь опытом. Спустя столько лет прошло много всего. И были способы, которые мне помогали больше. Были способы, которые помогали меньше. Но я хочу просто объяснить очень простую математику. Бариатрикам, кто уже сделали операцию. И тем, кто еще не сделал и собирается сделать операцию. Хочет все-таки посмотреть и понять. И разобраться. У нас есть группа в Телеграм. Ссылка, кстати, под каждым роликом. Но дело не в этом. Я вижу, что люди там пишут и что вообще происходит. Я вижу, они начинают выдумывать колесо заново. Вот как делать. Как себя вести. Вот как кушать правильно. Вот я потолстел или потолстела. Что делать. Ребят, на самом деле, все очень просто. Вы прям не понимаете, насколько это просто. И я не могу это бить вам в головы. Если вы хотите жить и кушать нормально, все на самом деле гениально и просто. Помните, те, кто уже сделал операцию, что вам сказал врач после операции? Если не сказал, ой-ой-ой. Вы должны будете кушать каждые три часа по небольшому количеству еды. Я же в свое время, в своих предыдущих роликах, вам рассказывал, что вам достаточно одного, одноразового. Одноразового, у меня тут нету стаканчика. Не стаканчика, да, из KFC такого. Маленький стаканчик одноразовый. Это ваше количество пищи, которую вы должны примерно кушать. Раз в три часа. Не смешивать с водой. Вы не скажете, Женек, а что же с супчиками? Что делать с супами? Я понимаю, что сказать вам, отмените их полностью, это невозможно. Но супчик, я уже не буду говорить про то, что это пустые калории. То есть, это вам ничего хорошего это не даст. Как говорится, в одно ухо вошло, в другое вышло. Ну, допустим, вы кушаете супчик. Это трапеза. Если вы решили покушать супчик, вам не надо кушать второе, третье, а еще и компот. Ни в коем случае разделите это все на трапезы. Отмените перекусы. Вы сейчас скажете, Женек, ну как же перекус? У нас же там есть в 11 часов, у каждого по-разному. Я хочу скушать яблоко. Так красавчик или красавица. Яблоко это не перекус. Это полноценная трапеза. Не надо в себя пихать еду. Окей, такие небольшие советы от меня на будущее. Так все же. Что же делать? Как? Все очень просто. Просто стакан еды и все. Поверьте мне, если будете так кушать каждые 3 часа, вы не будете хотеть кушать в принципе. Теперь поговорим с вами про диеты. Поймите одну простую вещь. Никакая диета, даже кето диета, которая очень классная, очень действенная, она не будет работать. Объясню почему. Если вы пытаетесь жить на какой-либо диете, тогда у вас все будет хорошо. Но когда вы начинаете воспринимать в голове у себя диеты, что такое диета? Это что-то временное. Что-то приходящее и уходящее. Вот такая вот система работать не будет. Потому что как только вы слезете с диеты, неважно какой, вы наберете вес обратно. Да-да-да, и бариатрики, вы наберете вес обратно. Так что же вам делать? Перестать выдумывать колесо. Колесо уже придумали до вас. Просто кушайте тот же самый стаканчик. Теперь вы сейчас скажете, Женек, ну смотри, вот я кушаю, как ты говоришь. Все делаю, как ты говоришь. Извиняюсь. А вес как стоял, так и стоит. Что мне делать? Ребята, давайте подумаем. Что мы можем делать? Вот так, логически. Положа руку на сердце. Вы сейчас скажете, надо жрать меньше. Да ни хрена не надо жрать меньше. Понятно, что я не говорю кушать там большие порции. Я говорю, не знаю, просто пару дней назад перенес еще раз кобид, поэтому еще немножко кашляю. Раз так в пятый или в шестой уже, ну не суть. Нужно просто больше двигаться. Вы сейчас скажете, Женек, ну вот это скучно. Не спорю. Возьмите себе хобби. К примеру, у меня есть замечательное хобби металлоискатель. Если я не хочу никуда ходить, не хочу просто ходить по улицам, это нормально. Я беру металлоискатель и валю на Средиземное море. У меня от моего дома до моря примерно 15 минут ногами. Я могу на машине поехать, если какой-то пляж, или же пройтись ногами до пляжа. Беру металлоискатель и начинаю просто ходить по пляжу и что-то искать. Да, иногда попадаются бонусы. Их немного, но они есть. Это тоже приятно. Ребят, поймите, бариатрическая операция, любая, это работа. Что вам дает бариатрическая операция вообще в принципе? Это вот представьте себе человека, который перенес тяжелую серьезную аварию и он разучился ходить. Он не может ходить. Вот его лечат туда-сюда и его первый раз ставят на ноги и дают некие костыли. Так вот эта вот операция бариатрическая, это ваши костыли, которые могут и должны научить вас питаться, научить вас жить заново. И если вы не научитесь после первой бариатрической операции и опять раскабанеете, вторая бариатрическая операция для похудения вам не поможет. Вам не поможет. Есть вторая бариатрическая операция, есть третья и дальше. Вы спросите меня, Женек, для чего ты сделал вторую бариатрическую операцию? Что, раскабанил? Нет. Мне пришлось раскабанить, я пошел на эту хитрость, чтобы не сделали вторую бариатрическую операцию, все почему у меня пошла грыжа. И мне пришлось из слива переделывать в классический шунт. Спросите меня, переделывал ли я бы из слива в шунт без веских причин? Нет. Я бы это не переделывал. Но есть что есть, ребят, не надо выдумывать колесо заново. Колесо уже изобрели. Просто следуйте инструкциям вашего врача, вашего диетолога. Если у вас таких нет, можете зайти в нашу группу Телеграм и советоваться со мной. Всего хорошего. Пока.